МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня программа «Регион 04» приглашает вас в Айтикибийский район, который на днях с рабочим визитом посетил Акимобласти Андасыну Розалин. Визит начался с посещения села Белкопа, куда в этот день пришел долгожданный газ. Населенный пункт выгодно расположен близ межконтинентального автомобильного коридора Западной Китай-Западная Европа. А вот газа здесь до сих пор не было. Теперь голубое топливо стало доступно и жителям этого поселка, с чем сельчан искренне поздравил Акимобласти. В нашей области идет большая работа по созданию хороших условий для жизни населения. Газификация наших аулов – это одна из первых задач. Есть еще много социальных вопросов, которые будут решаться в следующем году. Искренне поздравляю вас с юбилеем независимости, с наступающим Новым Годом. Пусть ваш поселок процветает и будет в числе передовых. Помним, еще в 2019 году вы заезжали к нам в село. Тогда мы попросили вас провести нам газ, и вы пообещали выполнить нашу просьбу. Сейчас хотим искренне поблагодарить вас за такое внимание и поддержку, за то, что больше не будем мучиться с печками и переживать за своевременный завоз угля. Несомненно, доступ к природному газу – большое событие для всех жителей села. Но самое большое облегчение, несомненно, испытали местные хранительницы очагов. Ушли в прошлое ранние подъемы для растопки печей и ежедневный вынос золы. Трата больших средств на закуп недешевого угля и прочие неудобства, связанные с использованием твердого топлива. Я очень рада тому, что у нас теперь есть газ. Прямо стало легче. Я раньше работала учителем и помню, как посреди рабочего дня прибегала домой потапливать печь, чтобы дети не мерзли и было тепло. За зиму у нас уходило где-то 5 или 6 тонн угля, что тоже сильно било по карману. Спасибо большое государству за то, что этот Новый год мы встретим в тепле и комфорте. Белкопа – это 15-е по счету село, газифицированное в текущем году в регионе. И не первое получившее голубое топливо в 2021 году в Этикибийском районе. И работа эта распланирована и на следующий год и будет продолжена. В этом году мы уже запланировали и уже исполнили два населенных пункта. В этом году на следующий год еще планируем две уже проектно-сметные готовые документации. Это Сарат и Ушкатэ. Данный поселок это давно жители ожидали. Сегодня с радостью ожидают подключения газа. Газа хотят мини для населения садака той провести. Это счастье такое перед новогодние праздники именно газа. И плюс еще дополнительно на следующий год мы планируем здесь провести централизованное водоснабжение. Проектно-сметные документации все уже готовы. Именно здесь в поселке Бельхопа. Всего на обеспечение Белкопы газом государство направило более 56 миллионов тенге. Голубым топливом здесь обеспечено 90 домов и 4 социальных объекта. Рабочая поездка главы региона продолжилась в селе Кеакты Аралтагайского сельского округа. Здесь он до сына Розалина смотрел новую блочно-модульную станцию очистки воды. Станцию ввели в эксплуатацию в сентябре этого года. Благодаря этому по водопроводу села течет очищенная и обеззараженная вода из подземных источников. И работа по обеспечению сельчан чистой водой ведется по всему Акикибийскому району. У нас на все поселки уже разработаны, оставшиеся три поселка у нас разработаны централизованное водоснабжение, проектно-сметные документации. Как будут выделяться денежные средства мы так и будем обеспечивать. А остальное уже все обеспечено. Программа по обеспечению всего населения страны чистой водой разработана и утверждена на уровне правительства Казахстана. И поступательно реализуется уже не первый год. И ее конкретные результаты уже налицо. Причем разработаны различные пути ее реализации для населенных пунктов с различным количеством населения. И в нашей области не без оснований рассчитывают выполнить программу раньше запланированных сроков. Неподъемно, когда обеспечение чистой питьевой водой за счет строительства больших водоводов. Потому что такие небольшие населенные пункты, где 30-40 домов, а тащить водовод за 10-15 километров, здесь в данном случае 11 километров, это на сегодняшний момент для обеспечения достаточно затратно. И один из выходов из этой ситуации, это строительство таких блочных модулей. В соответствии с поручением главы государства мы обязаны обеспечить чистой питьевой водой населенные пункты 100%. И вот то, что наши местные отечественные товаропроизводители, это в данном случае фирма Акватория наша, Актюбинская, вот такой блочный модуль построила, это один из выходов в обеспечение чистой пресной питьевой водой. Что касается для народных таких хозяйственных нужд, то обычная вода из открытых шахтных колодцев, пусть она там по содержанию солей для питья не годится, но для живности она вполне устраивает. А вот для здоровья, для людей, естественно, нужна вода, которая не содержит каких-то примесей вредных, и в химическом отношении чистая. Вот это выход из ситуации на сегодняшний момент. То есть обеспечение населенных пунктов, небольших населенных пунктов, которые находятся вдалеке от подземных месторождений, от отрытых водоемов, это строительство таких модулей. И это уже ведется? Да, это ведется. И вот сейчас, по-хорошему, мы настроены в течение следующего года, к ранее, 23-го года, 100% обеспечить чистой питьевой водой все населенные пункты. Там процесс идет такой комплексный, то есть, где возможно экономически рентабельно строительство водоводов, бурение скважин, вот, в том потелке, в котором только сейчас мы были, где Бельгопу провели газ, там на расстоянии двух километров можно провести водовод, разбурить скважину, построить соответствующую инфраструктуру, чем мы и занимаемся. Там на следующий год, да, сбоку, где-то к концу года мы дадим воду именно из подземных источников с строительством водоводов. А вот в данной ситуации, когда это на сегодняшний момент, ну, против природы не попрешь, вблизи таких пресных подземных источников воды нету в самом населенном пункте, то тогда строительство этих блочных модулей, которые проводят очистку воды, убирают вредные примеси и соли, и доводят до кондиции чистой пресной питьевой воды. Вот это выход из ситуации. То есть мы будем, да, это все строится за счет бюджетных средств, это поручение главы государства по обеспечению чистой питьевой водой всех населенных пунктов нашей страны. И в этом отношении мы рассчитываем, что на следующий крайний, вообще это поручение рассчитано реализации до 25-го года. Но я надеюсь, что у нас в Активнической области мы это сможем сделать, ну, крайне в 23-м году. А так вообще, да, мы хотим, у нас для этого все условия и возможности есть, финансы есть, депутатский курс понимает это, поддерживает. Мы исходим из того, что чистая пресная питьевая вода – это залог здоровья в первую очередь. И, естественно, мы нацелены на то, чтобы данную проблему решить как можно скорее. Это даже важнее, наверное, чем газ. В поселке Киректы Аким области осмотрел и реконструированную школу, которая не видела ремонта с 80-х годов прожилого века. Теперь это теплое, уютное здание, оснащенное по всем современным стандартам. Субтитры создавал DimaTorzok. Кроме того, он до сына Розарина знакомился с работой одного из передовых крестьянских хозяйств района. Крестьянское хозяйство Адиль специализируется на разведении крупного рогатого скота. Сейчас здесь насчитывается почти 1300 голов КРС и лошадей, свыше 2300 овец. Особо хозяйство гордится племенным скотом – коровами гирефордской и казахской белоголовый пород. В настоящее время немалую часть дохода приносит продажа племенного молодняка. Мы сейчас племенных ядлебайской породы баран продаем, и молодых телят продаем сейчас, и лошадей тоже племенных, молоджарской породы. Спрос какой? Спрос очень большой. Спрос очень большой. Кто покупает? Покупает наш, с Казахстана люди в основном приезжают, в других городах наши земляки, вот они забирают наши. Как государство вам помогает? Государство субсидии нам дает, субсидии мы все получаем. В этом году вот наш Актибинский овец на корм, который нам давали, мы все получили. Никакого задержки не было, у нас никакого проблем не было. Планируется ли расширение хозяйства? Да, расширяем. Мы планируемся сейчас. Мы сейчас строим в Карабутаке на переработке мясо-молока цех сейчас. Вот на дороге, наверное, вы видели. И хотим дальше, откормную площадку хотим держать на тысячу голов. Такие планы у нас сейчас. То есть дело перспективное и имеет будущее? Да, перспективное. То к проблемам у нас кадры мы, а так все нормально. То есть вы говорили, что у вас уже есть накачки на треплод будущего? Да, да, спрос очень большой. На мелких, да, на баран. Очень спрос хороший. В этом году у нас Кустанай забрали, вот ребята с Кустаная. И с Караганды приезжали, с Кокшетава были ребята. Хозяйство активно расширяется, в том числе благодаря мерам государственной поддержки. В частности, хозяйство получает различные субсидии по государственным программам развития агропромышленного комплекса. Также в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» за счет областного бюджета к хозяйству подведено 25 километров электролинии. В планах на следующий год закуп коров молочной породы, открытие молочно-товарной фермы, откормочной площадки на тысячу голов КРС и цеха по переработке мяса. В связи с планами об открытии откормочной площадки, хозяйству предоставлено 350 гектаров орошаемых земель, где планируют сеять суданку. Вот эта линия электропередач, это за счет государства, 25 миллионов, это дорожная карта бизнеса по оказанию. Это проведено за счет сил государства для поддержки сельских товаропроизводителей. То есть это государство берет на себя полностью эти расходы. И в этом отношении, я же говорю, это помощь для поддержки бизнеса, предпринимательства, они производят продукцию, которая очень важна и необходима для области. Мясная продукция на сегодняшний момент пользуется большим спросом не только у нас в области, но и за пределы продает все это дело. А в самом деле мне просто нравится то, что все-таки даже чисто, вот внешне, если видишь, насколько все чисто, аккуратно, опрятно, то есть есть культура производства. Ну и у людей даже, которые живут в округе, то что дома в таком состоянии содержат, это говорит какое-то, ну, наверное, самоуважение к самому себе. В целом Айтикибийский район заканчивает год с хорошими результатами во всех сферах хозяйствования. Запланированные показатели достигнуты в производстве, сельском хозяйстве и развитии инфраструктуры и соцкульпыта. У нас рост есть и в промышленности, рост есть в водоснабжении, газоснабжении, рост есть именно в малом-среднем бизнесе, по вручению государственных грантов рост есть, по обеспечению инфраструктуры у нас есть рост, по линии строительства тоже у нас в этом году прирост, конечно же, есть. И сельскохозяйство, именно животноводство мы в этом году все показательные индикаторы исполнили. Соцкульпыта как развивается, как люди себя чувствуют? Конечно же, соцобъекты у нас вы недавно посещали месяц, полтора тому назад, вы видели наш новый каоркинг-центр, библиотеку, видели как музыкальную школу мы развиваем. В этом году еще провели на три объекта именно школы капитальные ремонты, на следующий год тоже планируем. По линии спорта запланированы проектно-сметные документации уже на физкультурно-оздоровительные комплексы у нас подготовлены. Стадион отремонтирован капитальный полностью, центральный у нас в районе. Но здесь, в поселке, по поручению Акимовой области, мы каждый поселок обеспечиваем как бы мини-спортивными инвентарями и плюс на улице воркаутами. У нас Карабутак в этом году воркаут мы поставили, и в прошлом году детскую площадку, в этом году в Карабутакском сельском округе Ембикту, Жаруткель поставили. Здесь мы уже искусственный газон закупили весной до конца. Это все за счет местного районного бюджета, искусственным газоном будет футбольная площадка. Кстати, по традиции, в рабочей поездке Акимовой области сопровождают депутаты областного Маслехата от инспектируемого района. Народные избранники тоже отмечают наглядные результаты развития Айтикибийского района. Хорошая традиция. Аким всегда поездку по региону, по отдаленным поселкам, по всем объектам, которые запускаются. Он всегда с собой приглашает депутатов, именно уроженцев этих мест. Мы сегодня приехали с этой традицией. На самом деле, я вырос здесь, но очень много за это время, за 30 лет поменялось. Действительно, как бы ни говорили, что Советский Союз был достаточно мощным государством, на самом деле, те вещи, которые сейчас происходят в регионах, это и асфальты, и газификации мы сегодня видели в Белхопе. На следующий год яхты придет, газ, с светом давно проблем нет, вода тоже вы видели, что питьевую воду поставляют сюда уже. Поэтому очень разительные перемены. Действительно, вы видели и народ, и дети, на самом деле, остаются здесь, школу вы видели также. То есть, ну, как-то у людей и сотовая связь здесь есть, и дух как-то народа поднялся. Я это уже очень вижу сильные перемены. Действительно, за 30 лет независимости очень много сделано в нашей республике, и в том числе и в Актюбинской области. Это все благодаря, наверное, той политике, которую сейчас глава государства проводит, и партию Нарутан. Вот, поэтому, ну, как бы, вот такие показатели. И на минуту вернемся в поселок Белкопа, с которого мы начинали сегодняшний рассказ. Не так давно местные жители по своей инициативе и за свой счет возвели в поселке мечеть, что убедительно говорит, что теперь они верят в перспективы своей малой родины и никуда переезжать не собираются. Не только мечеть, но и рядом дом расположен, где имам живет. Здесь народ никуда разъезжаться и переезжать в перспективе не собирается. Они планируют здесь основанно жить. Еще плюс в этом году здесь расширили свои крестьянскохозяйства, 5 крестьянскохозяйств. В перспективе еще хотят переработку молока и мяса здесь запустить. Мы для того и решаем вопросы с инженерной и социальной инфраструктурой на селе, чтобы жители нашей области, которые связывают свое будущее именно с работой своей на селе, они получали одинаковые блага, такие, как и жители города. То есть вопрос газа, чистой питьевой воды, наличие школ, поликлиник. И в этой части, когда населенный пункт, а если вы видите, он находится прямо на большой трассе, у людей, которые родились и выросли, и занимаются в основном тем же промыслом, что занимались их предки, то есть они разводят скот, появилась уверенность, что как с работой, так и с реализацией своей продукции, у них многие проблемы снимаются, и они могут достойно жить там, а так как местные власти провели им уже и газ, со связью там проблем нет, если вы видели, с электричеством и с чистой питьевой водой, ну по электричеству тоже проблем нет, чистую питьевую воду мы на следующий год тоже вопрос уже заложили, средства, он будет решен. То есть тогда у жителей населенных пунктов появляется свет в конце туннеля, что мы можем вести достойный образ жизни, почему? Когда есть вода и когда есть газ, то люди, естественно, проводят элементарно, решают свои бытовые вопросы, то есть они ставят там или баню, или домой заводят ванну, душевую, там есть хороший интернет, дети могут получать достойное образование, то почему дальше не жить, не продолжать там, где сам родился? И это, кстати, в значительной степени снимает напряжение на город, потому что город за эти 30 лет вырос по численности населения в два и больше раз. То есть с одной стороны это радует, что город стал таким привлекательным, но с другой стороны, вы же видите, у нас много дачных массивов, где заселены люди, где живут люди, вот, и надо их тоже вопросы инженерной коммуникации решать. Вот есть очень большие жилые массивы, которые возникли вновь, там построены довольно большие коттеджи, а люди до сих пор не могут получить ни газа, ни электричества, ни воды. И это большое напряжение даже в финансовом отношении. И мы как раз этим занимаемся, снимаем вопросы. Но один из путей это предоставить возможности жителям сел иметь такие же блага. И в принципе, когда у людей, в общем-то, такого большого стремления переехать в город, погоня за счастье, так сказать, уменьшается. Редактор субтитров А.Семкин